Всем привет, с вами канал Индубай. Сегодня мы приехали с вами в парк цветов, знаменитый так называемый Меркл Гарден. И, к сожалению, нам не повезло. Парк цветов закрыт. Вот такое здесь висит плакат, что закрыто на летнюю реконструкцию. Пойдемте зайдем, скажем так, в нас. К сожалению, в Меркл Гарден парк цветов попасть не удалось. Но ничего страшного, поехали в парк бабочек, поснимаем танк. Работает открыт парк бабочек. И сейчас мы поедем прямо туда, вот находитесь совершенно рядышком. Конечно, очень странно, что висит такая табличка, закрытый на летний сезон. Вообще-то сейчас уже конец октября, и скоро подходит ноябрь. В принципе, уже самое время начинать работать вот этим всем. Ну, то есть уже осень, вообще-то, и скоро зима будет. Ну, ладно, теперь мы едем, значит, в сад бабочек. Давайте посмотрим, что там. Вот видите, такая дорога вся убита, разбита, прямо как в родной матушке России. Полным ходом идет стройка, тут что-то. Видим, вообще, они конкретно решили перестроить. Так, мы едем по стрелочкам. Ничего не понятно, навигатор здесь не поможет. То есть ориентирцы приходят только по знакам. Вот тут машины стоят, парковка, похоже, мы приехали в нужное место. Давайте здесь запаркуемся и попробуем попасть в сад бабочек. Ну, вот мы и приехали. В ходе нас встречает такая большая весеная бабочка. Вход стоит 50 дирхам на человека. Вот мы получили такие билетики. Как видите, здесь интересный такой портрет из шейфа. Они сделаны из крылочек бабочек, как мозаика, да, из крылочек бабочек. Также есть такие разные, разные виды бабочек. Оформлены в виде именно какой-то художественной композиции, как картинка. Если вы хотите узнать подробнее, какие бабочки здесь представлены, здесь специальный стенд и образы бабочек. И прямо подписано, как каждая бабочка называется. И даже если здесь мужчина бабочка, женщина бабочка, совместный самка. Тут есть несколько разных комнат, помещений. Давайте зайдем сюда, посмотрим, что здесь. Здесь опять нас встречают всякие фигурки, скульптурки. Но пока... И тут пока ничего я не вижу. Может, это просто какая-то терраса, что ли? Надувная бабочка, кому интересно. Такие тоже существуют. А здесь типа холодильника, наверное, что-то. Ну, там, видите, внутри кондиционеры всякие стоят. Видимо, какую-то определенную температуру здесь поддерживают. Может быть, да. И, похоже, там как будто коконы развешаны на этих... На деревьях. Они приклеплены чем-то типа пластыря. Да, это точно коконы. Обратите внимание, тут вот на каждой веточке такая табличка. И на ней написано название бабочек. Вот здесь, здесь. Вон там еще название. То есть, здесь разводят определенные виды бабочек. Теперь мы пройдем в следующий зал. И давайте посмотрим, что там. А, нет, не туда. Неправильно. Пойдемте через эту дорогу. По этому коридорчику. А вы когда-нибудь задумывались, чем питаются бабочки? Я, на самом деле, только сейчас задумался, когда увидел вот эту кормушку. Здесь стоит кормушка для бабочек. Смотрите, здесь что лежит? Бананы, апельсины. Губка стоит, видимо, с водой какой-то. И это действительно похоже, что как будто кормушка для бабочек. Вот так вот забавно они ее оформили. Не знаю, питаются ли на самом деле этим бабочки. Может, это просто для туристов, для нас, как развитение поставили. А может, бабочки на самом деле этим и питаются. Пойдемте посмотрим дальше, что еще здесь интересного можно увидеть. Слышите трель соловья? Можно подумать, что как будто здесь сидит живой соловей и поет. На самом деле ничего подобного. Птичек здесь, соловьев, нет. Это просто включили аудиозапись, а вместо соловья поет колонка. И еще здесь есть водопад, деревья и на деревьях сидят попугаи. Деревья, к сожалению, они не настоящие. То есть здесь как будто пластиковые. Попугаи тоже, как видите, не настоящие. А еще здесь есть несколько беседок, куда вы можете зайти, присесть. И вот опять же летают вокруг бабочки. Ну, я вам скажу откровенно, снимать бабочек на камеру – это очень сложное занятие. Очень сложно их поймать. Они очень быстро порхают и резко меняют траекторию. Поэтому сколько удалось, несколько удалось. А если вам повезет, то бабочка сядет на ваше плечо, на ваше руку, на вашу одежду. Тоже такое незабываемое впечатление. И также вот посмотрите, видно, как бабочка кушает из кормушки. Да, действительно, это кормушки. Действительно, бабочки этим питаются. Смотрите, мне тоже повезло. Бабочка сидит у меня на голове и уже не сидит, уже улетела. А теперь пройдем в следующий зал. Там что-то еще нас ждет. Дом номер два. А, это помещение номер два. Похоже, там тоже самое должно быть. Наверное, там тоже живые бабочки. Ну, давайте посмотрим своими глазами, увидим. Пока! Да, тут то же самое. Тут тоже... О, тут еще больше помещений. Тут смотрите, какой большой зал. Здесь он раза в два или в три, наверное, больше, чем предыдущий зал. И здесь еще, смотрите, какие-то... Тут другие бабочки, кстати, смотрите, уже несколько другие. И тут еще птички какие-то. Зебры, финч, бёрд. Честно говоря, не разбираюсь в списках, не знаю. Если вы знаете, кто это такие, напишите в комментариях. А здесь мы застали совершенно уникальную картину. Смотрите, бабочки устроили шведский стол. Они сидят прямо по две, по три бабочки в каждой тарелочке. И наслаждаются апельсинами, бананами. И, видимо, они любят цитрусовое и сладкое. В предыдущем зале я вам показывал, как там вместо соловья заливает колонка, щебечет. То в этом зале уже, смотрите, есть клетки с живыми птичками. Птички маленькие. Ну и тут вот, кстати, попугайчик есть даже. И вот, смотрите, два попугайчика играются друг с дружкой. Забавная сцена. А здесь мы видим сцену, как один попугайчик делает другому массаж головы. Очень приятная процедура. Я тоже очень люблю массаж головы. Как вы понимаете, в Дубае не такие условия, чтобы бабочки летали прямо на улице. И в таком количестве, такое разнообразие. На самом деле, вот здесь мы находимся, это крытое помещение. Здесь вот купол специальный, то есть специально оборудован. Все здесь под бабочек, чтобы им было удобно находиться, сидеть, питаться, размножаться. А микроклимат нужно поддерживать вот такими кондиционерами. То есть здесь определенная влажность, высота на определенной температуре. Создается специальный климат, в котором бабочки чувствуют себя прекрасно, удобно, комфортно. И успешно живут, размножаются и питаются. Растения, которые здесь находятся, они тоже настоящие, живые. То есть можно прямо увидеть, как они растут в горшочках. Какие-то в горшочках, которые в специальной почве растут. И они, видимо, тоже каким-то образом завлекают бабочек. И бабочки на них садятся. Еще здесь водятся живые рыбы. Посмотрите, вот красный, желтый, оранжевый, белый. Тоже красивые такие расцветки. Давайте пойдем дальше. Дальше есть магазин, сувенирный магазин там, сувениршоп. Давайте посмотрим. Ну, во-первых, будьте очень внимательны. Смотрите, но не трогайте. Если сломали, то считайте, что купили, написано так. То есть если вы что-то взяли и сломали, значит, это будет за ваш счет. Так что будьте осторожны. Сувениры, ну, что-то здесь ценников я не вижу. Ну, вот, а, вот идем сюда. Вот такую картинку с бабочкой можно купить за 200 дирхам, большую. Маленькие есть по 50 дирхам. И, ну, вот здесь совершенно разных размеров. Чем больше бабочек, чем больше картины, тем дороже, чем меньше, тем дешевле. Естественно, как в любой сувенирной лавке, здесь есть футболки, брелки, всякие браслеты, часы. Ну, в принципе, стандартно сувенирной продукции. Давайте пройдем дальше, в следующий зал. Кстати, здесь очень услужливый персонал. Они прямо открывают двери, помогают пройти. Thank you so much. Помогают пройти, открывают занавески. Мы зашли в следующий зал. Ну, здесь, смотрите, вот автомат для отделания монеток. То есть монетки с символикой этого сада. Ну, в принципе, такие есть во многих туристических местах. Это как бы ничего особенного. Давайте еще, вот здесь опять какой-то зал с кондиционерами и пустой. Что здесь, я пока не понял. Давайте глянем. Может быть, здесь опять какие-то коконы. Но нет. Там что-то подсветка. Непонятно, что здесь в этом зале. Наверное, здесь что-то было. Может быть, убрали. Может, что-то здесь меняют. А нет, это выход в другой зал. И этот зал еще больше, чем предыдущий. О, вот здесь, да. Здесь совсем другая картина уже. И тут уже типа амфитеатр что-то сделано. Как типа небольшой город такой в природе, в джунглях. И прямо видно много-много бабочек летают, с друг дружкой играют. Смотрите, мы наблюдаем уникальный случай. Девочка-магнит. На нее село раз, два, три, четыре, пять бабочек. На ней сидит. И она ходит еще собирать на себя бабочек. Очень интересная, забавная картина. И смотрите, здесь сходит с палочкой такой человек. Он специально гоняет бабочек, чтобы они не сидели на одном месте, а чтобы порхали. То есть он их палочкой так потеребит. И они взлетают, они продолжают летать. И он ходит по всему павильону. И вот так вот своей палочкой бабочек смахивает, чтобы они нас развлекали. И тут есть еще один зал. Давайте в него тоже зайдем и посмотрим, что здесь в этом зале. О, этот зал. Как будто мы здесь были. Нет, мы здесь не были точно. Это новый зал какой-то. Но он тоже такой немаленький. И здесь, опять же, много бабочек. И чирикают птички, искусственный соловей. В этом зале есть специальные места для фотографирования. То есть бабочки такие. Вы можете сюда присесть. И сфотографироваться словно вы бабочка. И в этом зале тоже есть пару беседок, где можно посидеть. И внутри тоже бабочки летают. И опять же тут декоративные всякие растения, фигурки. Летают такие же бабочки. Смотрите, некоторые бабочки сидят прямо на земле. И будьте очень осторожны, когда ходите, чтобы на них не наступить. Если на вас села бабочка, считайте, что вам повезло. Можете загадать желание. Сбудется, не сбудется, я не знаю. Но все-таки это довольно необычное ощущение, когда на тебе сидит бабочка. А вот так они ухаживают за кормушками, меняют еду. Сейчас они почистят и поставят что-то новенькое туда, вкусненькое для бабочек. В саду бабочек, пожалуйста, дайте правило. Во-первых, не трогайте их. Они очень хрупкие. Громко не разговаривайте. Пусть ваш шум будет минимальный. Ходите только по дорожкам и не портите растения. Не оставляйте свои вещи без присмотра. Как говорится, за вещи, оставленные без присмотра, администрация ответственности не несет. На этом наша прогулка закончилась. Нам не опять сидит бабочка, и мы направляемся к выходу. Окей, бабочку у меня забирают, чтобы я не утащил домой. Ладно, всего хорошего. До свидания, до скорых встреч. Бай-бай-бай-бай. С вами я еще не прощаюсь. Пойдемте дальше, посмотрим, что там еще есть. А на выходе мы возвращаемся в тот же самый зал, откуда начинали. Это картина галереи. Здесь картины с бабочками. И шейхи тоже с бабочками. Если вы немножко притомились, устали, здесь есть кофейня Starbucks. Можно попить кофе, скушать мороженку, какие-то бутербургики скушать. И, естественно, здесь есть туалеты, стульчики, столики, где можно присесть, отдохнуть, передохнуть. По пути к туалетам есть тут еще такой один большой зал. Ну, во-первых, здесь продаются всякие сладости. Если вы с детьми присидите, тем более, это то, что надо. Здесь есть диванчики, столы, где можно посидеть. И тут такой большой экран. Там тоже есть диваны. И там показывают уже фильм про бабочек. То есть, если вы прямо так интересного, можете сюда присесть и посидеть, посмотреть фильм про бабочек. Фильм на английском языке. Поэтому, кто из вас понимает английский язык, вы очень много полезного узнаете. И, естественно, как и в любом другом публичном месте в Дубае, здесь есть комната для молитвы. И в завершение хочу поделиться с вами своими эмоциями. Это место в Дубае, которое обязательно вам 100% надо посетить. Вы турист или живете здесь, без разницы, обязательно сюда съездите, посмотрите, походите, погуляйте, чтобы полноценно все увидеть, насладиться, побалдеть, чтобы испытать это чувство удовольствия, когда на вас садится бабочка. Ну, вам, наверное, часа 2-3 понадобится, чтобы здесь походить. Тут впускать до 6 часов, поэтому приезжайте заранее, лучше часа в 3-4, наверное, чтобы успеть все походить, посмотреть и испытать незабываемые впечатления. Продолжение следует...